Так, формула представляю байдарки-одиночки на дистанции 500 метров. Забегая, скажу сразу же вперед, что сегодня только 500 метров скровые дистанции, сегодня только спринтерские гонки, и поэтому мы за ними будем следить, наверное, азартно и эмоционально. Это спринт, олимпийский спринт, хотя на самом деле в программе чемпионатов мира на байдарке и каное спринт настоящий, это 200-метровая дистанция. Но мы на Олимпиаде, а не на чемпионатах континентальных и мировых. Итак, Ван Коверден, легендарный канадский спортсмен, один из предстартовых фаворитов в этом заезде. Нужно быть в числе первых шести на финише для того, чтобы пробиться в полуфинал. В финал сразу в этом классе никто не попадает. Половина дистанции позади и свои предстартовые прогнозы Ван Коверден подтверждает полностью. Ну, я уже сразу же должен сказать о том, что Ван Коверден, олимпийский чемпион, чемпион мира, победил вчера в своем любимом одиночном классе на дистанции вдвое длиннее. Победил на тысячиметровой дистанции и сразу же попал в финал в этой номинации. Но если он сейчас подтвердит свой высокий класс, в чем, наверное, уже никто не сомневается за полторы сотни метров до финиша, то канадец будет в полуфинале вместе с другими пятью спортсменами. Отмечу здесь по второй воде Дмитрия Тарлопова, 30-летнего казахстанского спортсмена. И, однако, он не проходит... Нет, шестое место занимает. К цели Алфергюсон, Рубинштейн и Тарлопова.